Капот, ну это уже не смешно, с этим надо что-то делать, посмотри, скоро мой дом упадёт. Да, мэр, я знаю, что упадёт, главное, знаешь, в чём вопрос, откуда эта трещина вообще появилась в нашей деревне, реально вот просто этой ночью появился разлом, ладно, хорошо, у меня есть вариант, как спасти твой дом, нужно его вообще укрепить для начала, и снизу тоже надо, естественно, укрепить, что-то жители пытаются, но мне кажется, что нужно оборудование. Ладно, ладно, Капот, будет тебе всё что угодно, сейчас, где-то через несколько минут я позвоню, привезу специальное оборудование, пожалуйста, я тебя очень прошу, ты единственный игрок в нашей деревне, укрепи эту трещину, а ничего, мой дом мэра упадёт в пропасть. Ладно, мэр, давай, пули, доставай мне всё оборудование. Ну а с вами, ребятки, я хочу поздороваться, всем привет, меня зовут Капот, и добро пожаловать на моё новое видео, в нашей деревне опять, как ни странно, происходит какая-то аномалия, и вот на этот раз она, ребят, действительно представляет опасность. В нашей деревне появилась гигантская трещина, и появилась она сегодня рано-рано утром, все спали, ничего не предвещало беды, и главное, никто не проснулся, а когда уже проснулись рано утром, в 5 утра, была обнаружена вот такая гигантская трещина. Ну, я бы не сказал, что она глубокая, но, ребятки, она уходит очень-очень далеко вдаль, там аж не видно с обоих сторон, не, ну как, с этой, в принципе, она не так глубоко уходит, а вон там, ребятки, она прям уходит, мы ещё туда не сходили, не спускались, жители что-то там пытаются сделать, но у них слабо это получается. Слушай, Капот, а давай-ка ты туда спустишься подальше, проверишь, что там происходит? Да что туда спускаться, просто огромная трещина, и что самое главное, ребят, обратите внимание, трещина проходит прямо под домом нашего мэра, то есть дом в любую секунду может рухнуть, и поэтому все эвакуировались из этого дома, и прямо сейчас мы ждём помощь, то есть нам сейчас пришлют специальное оборудование, именно специальные укреплённые блоки, чтобы мы смогли всё это укрепить, ребятки. Слушай, Капот, я вот посмотрел сейчас в эту тьму, давай ты реально туда сходишь, непонятно, что там, вон, иди. Ладно, ладно, мэр, хорошо, схожу сейчас, посмотрю, что там, ну что ж, ребят, давайте аккуратно себя вести, потому что трещина неизвестного происхождения, житель, ну что там, что-то нашёл, вроде, видимо, ребятки нету, ладно, давайте аккуратненько будем идти, главное не провалиться, ребят, слушай, трещина реально глубокая, я когда уже до конца дойду, можно такой вопросик нескромный задать? Ё-моё, ребят, она всё идёт, идёт дальше, я тут не заплутаюсь, извините меня, ладно, окей, я уже дошёл до угля, тихо-тихо, аккуратненько, ребят, вроде ничего нет, блин, немного, конечно, пугает меня это замкнутое пространство, представляете, в реальной жизни в таком оказаться, в такой трещине, в таком разломе, знаете, тихо-тихо-тихо, надо аккуратно идти, ребятки, аккуратно, блин, что-то меня реально немного это пугает, ну ладно, тихо-тихо, нужно взять тебя в руки, всё, ребятки, будет нормально, всё будет хорошо, всё будет отлично, Ё-моё, сколько там ещё эта трещина идёт и... Опа, вы это видите? Ребят, смотрите, вот сейчас, не знаю, с чего меня смотрите, с телефона, с планшета, с компьютера, с телевизора, выкрутите яркость. Вы видите, тут редстоун, тут, тут проложен редстоун, это же редстоун, погодите. Да, ребят, это редстоун, а чё он тут делает? Ладно, окей, давайте идти дальше в эту трещину, и редстоун идёт прямо дальше, прямо дальше и... Эм, что? Поршень? И ещё один поршень? И ещё один поршень? Чё? Чё тут происходит, ребятки? Тут ещё одна трещина гигантская, ну это понятно, я... И вот эта вот трещина, я так понимаю, была сгенерирована самим Майнкрафтом, а вот что это такое, и почему тут рядом поршни? Я вот это вот немного понять не могу, ребятки, давайте выбираться. Так, ребятки, я практически выбрался, тут очень сложно карабкаться, вы не представляете. Опа, 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 чик-чирик, вот сюда вот нормально, всё, вылазим, я, я на поверхности, всё, я... О, неужто привезли? Да, Капот, вот тут лежит всё, что тебе нужно для того, чтобы укрепить, только, пожалуйста, побыстрее ты сделай, пока мой дом не упал в эту огромную трещину, яму, развалину, дырку, не знаю, как ещё это назвать, делай, чё хочешь. Ладно, ладно, мэр, не переживай, я всё сделаю, не беспокойся. Так, чё тут у нас? О, различные инструменты, прикольные, ну я, конечно, возьму, ребятки, алмазные. Какие мне ещё? И, вау, как тут... Да, даже бедрок принесли! Нифига себе, пять штук, правда, но, ребятки, как-то он его достал. Ну ладно, раз бедрок есть, это хорошо, мы его обязательно используем. Лучше перезарховаться, поставим его куда-нибудь на поверхность, вот сюда вот. Так, только с ним нужно очень аккуратно орудовать, потому что он потом может не сломаться, ребятки. Берём обсидиан, железо побольше, ну и обсидиан, столько же возьмём, динамит. Не знаю, зачем он, на всякий случай возьмём, деревянный забор, не, не нужны. Вот зелья ночного зрения или фонарик, не, конечно, зелья, я думаю, зелья будет намного лучше, чем фонарик, это 100%. Выбиваем его, возьмём лестницу, на всякий случай, чтобы выбраться, и перед тем, как начать работы, нужно, естественно, огородить опасный участок, ребятки. Это очень важно. Итак, погнали ставить, вот таким вот образом, всё, вот тут я буду заходить, так, вот, отлично, с этой стороны всё огородили! Ё-моё, нифига себе, я вся поверил, ребят, настоящий роман-паркурщик! Так, хорошо, давайте теперь с этой стороны тоже всё огородим, вот так вот, вот так вот, нужно это делать аккуратнее, ага, 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 и вот так вот огибаем эту трещину полностью. Она заканчивается, ребятки, вот тут, вот так, сюда, 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 и давайте прям до колодца доведём, прям до самого-самого колодца. Во, вот так вот нормально, вот так вот, хорошо, отлично! Ну, а теперь, ребятки, я готов спускаться в эту яму и, так сказать, вершить правосудие. Но для начала нам нужно разровнять дом, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихо-тихо, ребят, я очень боюсь, что он упадёт, серьёзно, не знаю почему. Так, сюда поставим подпорку, а вниз мы уже поставим непосредственно сам вот этот вот бедрок. Так, тихо-тихо, обязательно, чтобы подпорку захватил, вот так вот, и ещё один блок, я поставлю его вот сюда, вот, всё, отлично! Отлично, теперь подпорку ещё ниже. Дальше этот блок ломаем, ребят, что-то я немного переживаю, миссия-то ответственная. Так, и всё это опирается на блок, который висит в пустоте, ребятки. Нужно это дело прекратить, нужно вот сюда вот поставить что-нибудь потяжелее, всё! Теперь точно ничего не раздавится, ничего не сломается, всё стоит, всё нормально, всё держится. Теперь, ребятки, можно уже тут выстраивать железную конструкцию, железную плиту, чтобы всё держалось, потому что, как вы видите, трещина узкая, я думаю, тут всё будет нормально держаться. Главное, не забывать ставить вот такие вот подставочки. Это тоже очень важно, ребятки, иначе у нас тут всё рассыпется. Вот, таким вот образом, не забываем их тут везде ставить. Так, 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 отлично, ребятки, всё! Тут уже можно по-человечески хотя бы ходить. Эту сторону тоже надо закрыть, а вниз нужно поставить вот эти вот, опять-таки, подставочки. Будем использовать как можно больше железа, потому что железо будет прочнее обсидиана. Да, ребят, как бы это странно ни звучало, потому что обсидиан, он может разручиться в земле, а вот железо, оно может только немного сдеформироваться. А вот наверх, ближе к верху уже, где вот трещина слаб же, мы можем уже использовать непосредственно сам этот обсидиан. То есть, вот тут можно даже его без этих подпорок ставить, он вполне тут будет держаться, так как камень такой нормальный. Видите, он имеет неровную поверхность, и он цепляется вполне себе нормально к другим блокам. Вот так вот перекрываем это всё, и отлично, ребятки, всё! Всё, вот тут вот мы всё сделали, вот тут мы всё закрыли. Теперь нам нужно решить ситуацию под домом кардинальной, ребят, понимаете меня, да? И для начала нужно зачистить территорию внутри, поэтому давайте спустимся вот сюда, и где-то вот тут вот, чтобы установить распорки нормально, мы с вами подожжём немножечко ТНТ. Давайте я возьму, и, ребятки, поджигаем! А куда мне бежать, куда мне бежать? Сюда, 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 тихо, 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 тихо. Надеюсь, он меня не заденет, и... Да-да! Э-э! Э-э! Вы чё? Вы чё, ё-моё? ТНТ, что ли, обновили? Почему они такие мощные стали? Так, ладно, у нас под домом теперь появилось достаточно пространства. Теперь, смотрите, мы поднимаемся, строим эту платформу, как я говорил уже, из вот этих вот блоков, вот так вот её выстраиваем, вот таким вот образом, опа-опа, и даже её можно немножечко пошире сделать, отлично. И теперь вот сюда уже можно ставить непосредственно вот эти вот мостики, но их нужно ставить на железные блоки, вот так вот, и берём и делаем вот так вот. Всё, ребят, дом теперь точно не упадёт, дом теперь будет 100% держаться. Вот таким вот образом, опа-опа-опа-опа, крестовину тут соорудим, вот сюда вот можно даже вот такой блок воткнуть, в принципе, не помешает, для прочности даже будет намного лучшее. Так, вот так вот, и всё, ребятки, этот дом у нас стоит, этот дом у нас стоит, осталось закрыть всю эту трещину. Меня, на самом деле, ребят, пугает тот вопрос. Вы помните, мы там с вами нашли родственные поршни? Мне кажется, это не подземные толчки никакие, мне кажется, это не природа сотворила такую трещину, мне кажется, кто-то это сделал. Но вот только вопрос остаётся открытым. Кто и зачем? Вот это вот непонятно, ребятки. Всё, мы уже практически с вами всё сделали, представьте, насколько мы быстро с вами управились, отлично. Вот тут вот и, слушайте, всё. А эту территорию можно, в принципе, оставить открытой. Вы спросите, зачем её нужно закрыть? Нет, ребятки, её закрывать вполне, в принципе. И так сойдёт, вполне не нужно, потому что тут будут обслуживаться этой темы. Так как тут теперь нет земли, придётся теперь со временем обслуживать эти штуки, иногда их ремонтировать, иногда их чистить, все дела, чтобы они прослужили как можно, ребятки, дольше. Так, 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 и вот это вот, наверное, мы огородим всё. Вот так вот, знаете, такую импровизированную комнатку тут сделаем. И вроде всё, вроде всё, вроде тут мы всё сделали, теперь остаётся сверху всё починить. Давайте будем подниматься вот на этих блоках, вот так вот аккуратненько, так, а закрыть чем? Вот эти вот ямы бы желательно закрыть. Давайте спустимся снова и ещё одну колонну вот такую, да господи, вот такую вот колонну построим. Отлично, а вот закрыть. О, у меня отлично, у меня остались блоки земли, давайте это сделаем и... О, я не заметил ещё один сундук тут возле машины. Оооо, папа-папа, ребятки, это то, что нам надо. Нам нужно прямо сейчас закрыть. Жители, отойдите, тут всё сохнет ещё, нельзя ничего тут трогать. Бестолочи, ребят, бестолковые эти жители. Бестолковые. Всё, смотрите, трещины будто и не было. Мы с вами практически починили полностью трещину. Гравевой дорожки у меня, к сожалению, нет, поэтому пока что как есть буду строить, но чё сказать, ничего не сказать, как говорится, да? Так, вот тут вот желательно подпорки. Они у меня ещё остались. Это, ребятки, отлично. Вот таким вот образом соорудим, знаете, такую, не знаю даже, как это назвать, сетку из этих подпорок, и она будет нам служить очень долго и очень верно. Вот так вот ставим, всё. Правда, теперь, ребятки, к сожалению, на этой местности придётся установить пожизненное ограничение. А именно ограничение будет звучать таково, что нельзя тут приезжать автомобилем выше, но, наверное, выше двух тонн точно нельзя. Так, теперь можно этот временный пиларчик сломать и поставить сюда блок. Ребятки, мы с вами это сделали, мы с вами полностью заделали эту трещину, мэр, всё, готово. Ой, Капот, спасибо тебе. Ну, вроде держится, вроде выглядит надёжно и прочее. Ладно, я пойду закажу граммовые дорожки, а тебе и твоим подписчикам спасибо огромное. Ух, я вас просто обожаю. Всё, давайте. Давай, давай, давай. Ох, ребятки, чё мы сегодня с вами сделали? Сегодня мы с вами починили трещину неизвестного происхождения. А от вас, подождите, не выключайте это видео, я хочу попросить, чтобы вы написали прямо сейчас в комментариях, кто это мог сделать, зачем, почему и, главное, откуда эта трещина появилась. Может, это сделал хейтер? Вряд ли. Смотрите, я нажимаю на тап. Вот, жму на тап. Я один на сервере. Если бы я нажал на тап, высветилось бы, сколько игроков на сервере. Я сейчас один. Вряд ли это сделал хейтер, поэтому комментарии остаются открытыми. Всем удачи, ребят, всем спасибо и пока.